Здравствуйте, дорогие друзья! Пару дней назад в одном из наших роликов прозвучал вопрос. Игорь Молчанов спрашивает, что он пытается найти ответ на самый главный вопрос. Зачем переезжать в Штаты? Он находит ответы только как и за сколько. И понимает, что у всех свои причины, но все же ему хотелось бы некоторой глубины. Я попытаюсь немножечко поговорить на эту тему. Единственное, что нам придется уйти от категории колбасы и что почем. И немножко это все обсуждать на таких более абстрактных, что ли, примерах. Хотелось бы мне начать с того, что ощущение человека на своем месте. Когда я была маленькая, мне было лет 6. Я уже не помню по какой причине. С моей подружкой мы сидели, разговаривали. Вдруг она ни с того ни с сего сказала, что страна, в которой мы с ней вместе живем, что это ее страна. Потому что она русская украинка, а я не русская, не украинка. И вот эта страна для русских и украинцев, это ее страна. Это меня как-то привело в смятение в 6-летнем возрасте. Я пошла к маме, начала что-то такое выяснять, а почему я не такая, как она. И мама мне объясняла, что мы евреи и так далее, и так далее. Но с этого момента я стала себя ощущать не на своем месте. Я стала себя ощущать в этой стране чужой. Я стала разделять весь мир вокруг меня на своих и чужих. И своих мы очень быстро выделяли. У нас в школе было довольно-таки много евреев, и это были свои. А все остальные были остальные. И, наверное, где-то вот, ну не скажу, что с 6-летнего возраста, наверное, где-то вот с малых лет мне как-то интуитивно, естественно, это было состояние дискомфорта, когда ты чувствуешь себя чужим. Интуитивно хотелось уехать. И, в общем-то, очень многие уезжали именно по тем причинам, что они в этой стране чувствовали себя чужими. И это очень серьезный повод для того, чтобы задуматься, стоит ли мне жить здесь, где мне дискомфортно, или все-таки уехать в другое место. И мы сейчас еще поговорим о других разных аспектах этой теории моей. Я в последнее время очень много смотрю результаты векторов разных людей. И для себя открыла неожиданным образом, потому что есть люди, абсолютно вписанные в свою родину, абсолютно вписанные в землю, на которой они живут, абсолютно вписанные вот в Россию. И поскольку я никогда не ощущала таких своих корней, мне это было интересно подумать на эту тему и так порассуждать. И вот я с вами сейчас поделюсь результатами своих рассуждений. Люди, которые абсолютно себя комфортно там чувствуют, это люди, для которых мы, понятие мы, коллектив, важнее, чем я. Какое-то время назад мы увидели на Ютубе совершенно чудовищную песню, которую написал Илья Резник. И там есть такие слова. Мы вместе, мы вместе, и в этом наша сила. Мы вместе, мы вместе, наша Родина, Россия. Музыка незамысловатая, она такая шлягерная. Очень быстро приедается, ее невозможно из головы выкинуть. И ходишь целый день, понимаешь, мы вместе, мы вместе, как молитву повторяешь. Она не случайно возникла, эта песня. И она востребована. И вот люди, мы вместе, которые ощущают себя, мы, коллектив. Я-то что? Я как все. А все как? А все как и я. То есть я часть коллектива. И человек, который вписался в эту ситуацию и чувствует себя на своем месте, он никак в жизни не покинет Россию, никуда не уедет. Он часть этой жизни, он часть этой территории, он часть этой Родины. И эти люди, это те, которые сегодня составляют вот это большинство поддержки правительства и так далее. Они вообще не задумываются о том, что происходит. Они любят свою Родину безоценочно, несмотря ни на что. Им обещают, ну вот сейчас плоховато, потом будет лучше. Они говорят, ну хорошо, мы никуда не спешим, мы подождем. Ждали столько, еще подождем. Мы никуда не торопимся. У них ощущение коллективности, у них ощущение, что они растворились вот в этом «мы». И они отдают полностью себя вот этому коллективу, Родине, стране. И в ответ они, конечно, должны получать какие-то блага. Мы говорили о том, что давайте, правильно, должно находиться в балансе. Поэтому за то, что они себя отдают в коллективное «мы», они, безусловно, должны получать что-то в ответ. И они получают какую-то пайку, они получают какие-то должности, они получают что-то по минимуму. То, что компенсирует вот их понятие, вот их вклада в это «мы». Но у этого вот такого масштабного «мы», который вообще ни о чем не задумывается, есть такая элитарная верхушка. Это руководители от такого средне-высшего звена, которые тоже идеально вписаны в эту структуру «мы». Они немножко по развитию, и они понимают, что, может быть, не все так идеально. Те первые, они вообще не задумываются. Им что по радио идет, по телевизору, они все это берут за чистую монету и повторяют это всем вокруг. Крым наш, Донбасс наш и так далее. А те, которые немножко более гибкие, более шустрые, более продвинутые, они тоже вписаны в эту систему, но они научились использовать эту систему тоже безоценочно. То есть у них нет никакого неприятия, непринятия России или непринятия системы. Они научились очень ловко использовать эту систему в своих интересах, и за эту систему им платят, опять же, теми же должностями, какими-то более лучшие бенефиты получают они по сравнению с теми людьми, которые совсем простые. И они, конечно, тоже на своем месте, и, конечно, у них тоже нет никаких мыслей об иммиграции, ни о чем таком. Теперь посмотрим такую категорию недовольных людей. К недовольным я бы отнесла тех правдолюбцев, которые хотят все перекроить и сделать по-своему, и диссидентствующих людей, которые ругают всех и вся. Что получается здесь? Они субъективно чувствуют любовь к родине, но они не любят ее безотносительно такой, какая она есть. Они любят свою родину, которая существует в их сознании, которая существует в их образе. И они, поскольку у них есть непримиримый конфликт с тем, что есть на самом деле, то, что у них есть в голове, а то, что в голове у них есть, они считают, что это лучшее, они хотят это исправить. И у них есть иллюзия, что они могут вот эту огромную махину, огромную систему сломить и какими-то регуляциями ее исправить. Но воевать с системой, мне, как раз, с моей точки зрения, это бессмысленно. Я бы ты ни находился, жизнь показывающая, ничего не меняется. Значит, да, так вот, эти правдолюбцы, они жизнь кладут на плаху, и они считают, что они находятся на своем месте, потому что у них такая любовь к родине, они как бы никуда не хотят уезжать. Но у них любовь к родине и свое место в их идеальной системе, а не в реальной системе. То есть, по большому счету, они находятся на выдуманном месте, а не на своем месте реальном, где они не вписываются. Но сама система очень хорошо понимает, что они ее не удовлетворяют. И, в общем-то, она с ними расправляется довольно-таки безжалостно. Если в начале прошлого века этих людей просто истребляли, то в наше время их сажали в тюрьмы, а потом стали саждать в дурдома или просто выселяли. То есть, просто говорили, пожалуйста, уезжай, и все. То есть, насильственное происходило выселение. Эти люди очень потом страдали, как бы у них вот эти несостоявшиеся надежды и мечты о той какой-то идеальной родине. Значит, мне кажется, что два ключевых слова есть вот в этом эмиграционном процессе. Это ощущение себя на своем или не на своем месте. И это отношение к родине. Причем это отношение, оно может быть либо толерантным, ну таким, ну так, вот она такая, я ее принимаю такой, какая она есть. И это хорошее отношение, оно не побуждает к эмиграции. Либо такое отношение, которое, я не могу этого выносить. Вот все, что они делают, оно меня все выворачивает просто. И вот это негативное отношение, оно тоже побуждает людей вот смотреть куда-то по сторонам, может быть, где-то что-то есть другое. И другое действительно есть. А что есть другое? Чем, собственно, отличается менталитет российский от менталитета западного? Как я уже сказала, вот российский менталитет – это менталитет «мы». Это где частное «я» скрывается за общественным «мы», где нет отдельной ответственности каждого человека за свою жизнь, а есть вот это ощущение «мы». О нас позаботится государством, а мы в коллективе. Я жил как все, я делаю как все, я хороший, я вписываюсь в рамки, у меня все хорошо. Эти люди, скорее всего, не готовы взять на себя ответственность за свою жизнь тогда, когда нет вот этого «мы». Они чувствуют себя изолированно, они чувствуют себя потерянными. Когда нет поддержки «мы» рядом, когда рядом не стоит плечом к плечу такая толпа, он себя чувствует потерянным. А те люди, которые не чувствуют себя на своем месте среди этого «мы», они очень хорошо вписываются в западный менталитет, который является менталитетом индивидуалистов. Здесь государство по минимуму вмешивается в жизнь частных граждан, и это очень здорово, это то, что очень помогает жить. То есть практически ты не зависишь от государства, раз в год налоги платишь и все. Но ответственность за себя и за свою жизнь ты несешь сам. Она спрашивает, проводят ли в Америке какие-то диспансеризации, потому что как же, это кто-то должен о нас позаботиться. Нет, не проводят. Если ты сам хочешь какую-то визит к врачу нанести, значит, ты сам идешь к врачу, считаешь, сколько это будет стоить, и так далее, считаешь, нужен тебе тебе к врачу или не нужно. Все на твою ответственность. Недавно читала я всякие пенсионные регуляции. У нас здесь можно выходить на пенсию по своему усмотрению. Там возраст, например, 66 лет, но можно выйти в 62, а можно работать до 70. В этом случае оплата, пенсионная оплата, она меняется. И они пишут целую брошюрку такую, как лучше себя спозиционировать и в каком возрасте лучше выйти на пенсию, чтобы все-таки быть обеспеченным на старости лет и каким-то образом свои ресурсы посчитать. Опять же, все зависит от тебя, никто за тебя это не решает. Все, там 60 лет, тебя на пенсию, вот такая у тебя будет компенсация и так далее. И вот, собственно, и все. Значит, две вещи, которые влияют на то, чтобы человек решился на эмиграцию. Это отношение к среде, в которой я нахожусь и ощущаю ли я себя на своем месте. И вот это ощущаю ли я себя на своем месте, это вещь переменная. Она зависит от нашей ситуации. Вот сегодня, скажем, в России ситуация нестабильная, и мы не знаем, что будет завтра. И, допустим, такой благополучный человек из этой вот элитарной верхушки «мы», у него все в порядке, у него мысли нет эмигрируется, он на своем месте, он себя чувствует комфортно, у него толерантное отношение к родине. Допустим, случилось что-то такое серьезное, и у него случилось, и у его друзей случилось, которым он бы мог обратиться за помощью, и вот некому ему обратиться за помощью. Что же тогда делать? Он обращается к одному, к другому, к третьему, потерял работу, например, да? Обращается к одному, к другому, третьему, а они сами без работы себе тоже помочь не могут. И он тыр-пыр туда-сюда пытается как-то вернуться в свое нормальное состояние, а не получается. Вот раньше получалось все, да? Одна позиция, другая позиция, все вверх, 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 вверх. А тут вот что-то делаешь, и не получается. И, как мы знаем все, у нас бытие определяет сознание, и тут он начинает думать. Он начинает думать, что-то тут не так вообще. Вообще-то не так, все было так, вот, а теперь не так. Наверное, у нас тут неправильно, да? Наверное, что-то наша система какая-то не такая неправильная. И в этом своем новом положении он уже не чувствует себя комфортно, он уже не чувствует себя на своем месте. И у него меняется отношение к тому, что оставаться ли ему в стране, или ему уезжать, потому что это уже совершенно другая ситуация. То есть, грубо говоря, так, что даже те люди, которые не подвержены иммиграционным идеям, при изменении ситуации, они могут поменять свое мнение. Для кого-то это звучит более печально, для кого-то это звучит, наоборот, ободряюще. Вот это вот моя точка зрения на этот вопрос. Ничего личного, да, это мой собственный опыт. Вот, у кого-то он может быть другой, у вас могут быть какие-то свои воображения, но мы только будем рады это все обсудить и узнать, как у вас в этом смысле обстоят дела. Вот, и на сим откланиваюсь. Всего хорошего, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok